Поэтому у тебя по-английски слайды. Да, слайды у меня по-английски, но... Нет, это вообще... Да. Хорошо. Ну, говорить будем по-русски. Всех рад приветствовать. Рад, что ты тут собрался и кому-то это интересно. Вообще тема очень горячая. Я в ней уже пару лет и готов поговорить с вами основами, почему это интересно, почему это перспективно, здорово и так далее. Доклад такой довольно плодный, технических питаний мало, но если вы хотите, мы можем в них углубляться довольно сильно. Но начнем с того, что есть. Один слайд про то, кто я такой. Я закончил в МКМК в 2013 году, тогда же интересовался биткоином, стал проект начать читать, потом с некоторым успехом читать, переводить. И не так давно, не будете мне похвастаться, поступил на PHD в университет Луксимбурга, где очень крутая группа занимается исследованием именно битян. И в следующем учетном году поеду, да, и буду это уже профессионально изучать. Доброе не занимаетесь в университете? Что ты писаешь? Группа занимается исследованием биткоином? Ну, не совсем биткоином, там группа занимается криптографией и инфраструкционными безопасностями. А откуда это вообще? Ну, там есть университет, есть факультет компьютер-сайенс, и там есть кафедра Networks and Communications, и в числе ее есть исследовательская группа, которая довольно крутые делают криптографии и по инфраструкционной безопасности в общем. Университет Да, там новый университет, они несколько выпили от властей и их прокачивают, в том числе информационные технологии на стыке с финансовыми, потому что это финансовый центр. Один из, там, наиболее в Швейцарии. Очень много банков, очень много европейских организаций, в смысле есть. Вот это и важно, интересно. Два эпиграфа. Первый эпиграф от Марка Андрисона, которого вы, вероятно, слышали. Пионер Веба, создатель первого, одного из первых веб-браузеров, который считает, что биткоин – это очень круто, и это результат многолетних исследований, и то, во что это в итоге выявилось. Сейчас он известный инвестор, и именно в биткоин, и в криптовалютную инфраструктуру. Вот этим занимается. Второй эпиграф от Сатоши Накамото, мы не знаем точно, кто это, но этот же псевдоним, под которым было прикреплено сегодня, кто биткоин. Он жалуется на то, что очень сложно это объяснить простому человеку, потому что не имеет аналогов с тем, что мы видим сейчас. Если зайти немного, посмотреть вообще на какой вопрос, мы здесь пытаемся ответить, что такое деньги, зачем они нужны, какие функции они выполняют. Если открыть любой учебник по экономике, если в Википедии мы увидим, что деньги – это средства обмена, меры стоимости и так далее, но at the end of the day, так сказать, что выполняют функцию денег, то, собственно, деньгами и являются. И деньги, если чем-то и обеспечены, это только вера людей в то, что они на эти бумажки, или монеты, или цифры на счету могут в будущем приобрести что-то ценное. И это главное свойство, которое мы победим. Мы еще насилием со стороны государства. Ну, государство – да, но монополисты в этом смысле. Но все равно, выбирая хранить деньги в долларах, рублях или евро, мы ориентируемся на то, на нашу оценку будущей покупательной способности этих единиц. Будь то монопольно нарезанные государством деньги, или вот как биткоин свободно нами выбраны. Если мы посмотрим на те деньги, которые у нас есть сейчас, они, как было уже отмечено, монополизированы государством, централизованы, эмиссия осуществляется тоже централизованно, центральные банки проводят какую-то свою политику, которая может, в общем-то, с нашими интересами совпадать или не совпадать, и мы на это имеем очень мало влияния. Часто присутствует инфляция, вся вообще денежная сфера очень задерократизирована, зарегулирована, сложно там какой-то придумать крутой стартап, потому что требуется очень много бумажек. И, что самое главное, деньги, как и сейчас, существуют, не были придуманы для интернета. Даже то, чем мы платим в интернете, обычной картой, вводим код, все это какие-то довольно с инженерной точки зрения некрасивые настройки над системой, которая была придумана 50 лет назад, когда ни о каком интернете речи не шло. Хорошо придумать какой-то протокол. Дни 50, наверное. Сколько? Дни 50, наверное, деньги. Ну, карточки. Нет, в смысле карточки. Электронная система, которая более-менее дошла до наших дней, с какими-то надстройками, позволяющими функционировать вместе с интернетом. Хотя изначально она для этого не была приспособлена. Хотелось бы что-то придумать такое, что было бы подходящим для информационного века. Чем она не приспособлена для интернета? Ну, нет общего протокола, нет API. Нужно регулирование, очень много нужно получать каких-то штук, но нельзя просто взять и создать свою банку, искать свои карты, например. Ну, такие приконы регулятивные и сложные стандарты. Как мы используем этих больших карточных штук? Ну, в принципе, да. Всякие соответствия защиты информационной безопасности. Ну, когда мы дальше говорим о биткоине, станет понятно, почему система, когда мы платим интернет-карты, мы передаем практически туда всю информацию, которую необходимо, чтобы осуществить платеж от нашего имени. Имя, номер карты, код и так далее. То есть, этой информации достаточно, чтобы списать деньги с нашей карты. И дальше все посредники, к которым мы обращаемся, эту информацию шифруют. Они применяют алгоритм шифрования, получают сертификацию, задумываются над тем, как хранить данные эти безопасно. А с криптовалютами вообще дело не так, потому что мы не передаем данные, которые достаточны для списания любой суммы. Мы передаем пакетную транзакцию. Но об этом идет речь дальше. Вот основные свойства, чего мы хотим достичь, и чего мы в биткоине достигли. Прозрачные правила для всех, известный протокол, все понимают, как система действует. Никто ее не контролирует, не существует одной организации, никакого центрального банка, который бы мог нажать кнопку и все выключить. Можно вопрос? Что значит все понимают? Значит, что алгоритм алгоритм эмиссии, алгоритм функционирования протокола реализован в открытом исходном коде. Это совсем не значит, что все понимают. Все, кто хочет разобраться, могут разобраться. А что с картами не так? Вот как возникла какая-нибудь робокасса? Ее когда-то не было, а потом возникла. Неужели это магическим образом она возникла? Нет, ее кто-то создал. Ее управляет компания какая-то, которая может, в принципе, по своему желанию отключать своих клиентов от этой системы. Так же, как МТГокс взял и украл деньги у тех, кто... Да, но МТГокс это биржа, а не биткоин. Биткоин это протокол, а МТГокс это компания, которая пыталась сделать свой бизнес на взаимодействии с этим протоколом и не преуспел. Нет, я говорю, что робокасса появилась, значит они разобрались в протоколе платежей, правильно? В каким-то образом они умеют деньги от одного человека брать и отдавать это человеку или организации, правильно? Да. В чем суть биткоина? Что проще разобраться или что? Это хедж против фиатных денег. Кого-то пили? Ну отчасти да. Фиатные деньги это, собственно, не биткоин. То есть обычные государственные. А вся вот эта динамная фигня, биткоин, xt, все майнеры сидят в Китае и там есть биткоин. А, ну про это можно ближе к концу, возможно, будет освещено. То есть кажется, что там все накрывается? Нет, все нормально. Все нормально? Не продавайте. Просто, по-моему, это обман. Говорить, что всем понятно, все эти правила понимают. Честно говоря, там математика для простого человека совершенно непонятна. Человек, который захочет как-то там картинку покушать с помощью биткоина, он эту математику не сможет понять. Нет, ну простой пользователь не понимает до конца механики никакого устройства, которым мы пользуемся. Механики автомобиля, механики, я не знаю, сотовой сети. Понятно. Речь идет о том, что есть профессионалы, которые пытаются в этой области что-то сделать. И в итоге вот сеть биткоина, как мы ее имеем, есть какие-то правила, и они работают. Ты можешь подключиться к сети, и ты знаешь, что происходит, понимаешь, как работает протокол. Если ты хочешь подключиться к системе банковских карт, ты можешь в ней разобраться, но твои пользователи будут зависеть от тебя, а ты будешь зависеть от компании, с помощью которой ты подключился к визе, в итоге от визы, в итоге от какого-то, не знаю, в кавычках мирового правительства. То есть, ну, самый главный третий пункт, на самом деле, что не требуется доверие. Не требуется доверие никакой централизованной инспекции, которая бы решала, в конце концов, кто пользуется системой, а кто нет. Это такая автономная вещь, которая живет в интернете и работает по определенным правилам. Мы пойдем дальше. Возможно, понятно. Мне нравится аналогия с историей файлообменных сетей, а именно с историей сети Navster, которая была одной из пионеров файлообмена и которую закрыли в поиску правоплательных, потому что она, хотя сами по себе файлы, обмен файлами происходило peer-to-peer от пользователя, синхронизация этих файлов и информация о том, у кого что находится, была на центральном сервере. И этот сервер закрыли, в конце концов. Вскоре появился протокол BitTorrent, который является именно протоколом, а не сервисом и не компанией. Это некий набор правил, описанных в код, с помощью которых компьютеры могут обмениваться информацией, у кого что лежит, и передавать это между друг другом. И BitTorrent закрыть по большому счету нельзя. Можно закрыть Root Tracker, можно закрыть какую-то компанию, которая работает с этим протоколом. Но по сути это просто четкое описание правил взаимодействия компьютеров в сети. Точно так же у Биткоина было много предшественников, много разнообразных цифровых валют, все они так или иначе не могли избавиться от центральной организации, которая или выпускала эти цифровые единицы, или контролировала их обороты. В частности, был интересный пример компании Liberty Reserve, которая действовала в какой-то офшорной юрисдистике, по-моему, на Коста-Рике, и которую использовали для компании денег. Она ввела свою валютную единицу, назвав ее Liberty Dollar, и предлагала с ее помощью отвечать платежи в интернете. Ее в конце концов закрыли американские власти, либо требования американских властей, опять-таки потому что была компания, были известные люди, которые за ней стоят, и их можно было арестовать, подать на них в суд и так далее. Bitcoin, опять-таки, это протокол, а не сервис. Это просто набор правил. И Bitcoin нельзя закрыть. Можно закрыть какую-то Bitcoin-компанию, но на ее месте появится другая. Bitcoin изобрел некто под псевдонимом Сатоши Накамото. Мы не знаем на самом деле, кто это, но несколько фактов, которые мы опосредованно можем о нем узнать, исходя из его публичных записей, постов на форуме, электронных писем и прочих материалов. По большому счету не так важно, что это за человек, хотя с исторической точки зрения, возможно, это интересно. Протокол работает и без него. Он уже несколько лет назад отошел от дел, оставив очень загадочный последний пост на форуме, что вот, ребята, я делаю последний билд биткоина, а теперь я переключаюсь на более интересные задачи. И с тех пор от него ни слуха ни духу, за исключением одного сообщения, которое написал в 2014 году, когда Руман Ньюсвик опубликовал расследование, где якобы они нашли настоящего Сатоши Накамото. Выяснилось, что это не он. И настоящий Сатоши Накамото — это проект. Какую задачу мы пытаемся решить? Банк, по сути, что делает? Он хранит учетную книгу, он хранит реестр. У кого сколько денег? Если я делаю платеж, с моего счета деньги списываются, кому-то они приписываются. Что мы хотим? Мы хотим, чтобы не было единой организации, которая этот процесс контролирует. То есть вот такую книгу нам нужно хранить распределенную. Возникают две главные проблемы. Кто ее обновляет? И если две сущности обновляют по-разному свои копии этой базы, как ее синхронизировать? Как привести ее в консистенции? Сейчас, одному наскопу. А какие-то пользователи обо всей базе данных должны все знать? Изначальное видение Накамото было именно такое, что все условно равноправно и каждый учет хранит всю историю всех транзакций, знает все обо всем. Сейчас от этого видения несколько отошли. То есть оно выполнено в какой-то стиле. История очень объемная стала. Сколько там уже? Гигабайт? Ну, десятки гигабайт. То есть ты, чтобы поставить себе кошелек биткоина на компьютер, должен собирать десять гигабайт с компьютера? Просто если, например, там буду с десятью лицами обмениваться, мне же только про них надо знать, зачем я с тобой. Да, это тоже предусмотрено еще в изначальной работе, так называемая простая верификация платежей, simple payment verification, когда может существовать так называемый легкий кошелек, который не хранит всю историю, а запрашивает историю только по интересующим его адресам у соседних узлов. Это компромисс между безопасностью и удобством, потому что не надо хранить такой информации, с одной стороны. С другой стороны, это в некотором смысле нарушает приватность, потому что узлы, у которых ты запрашивает информацию об интересующих тебе адресах, понимают, какие адреса тебя интересуют. То есть здесь такой компромисс между объемом принятых данных и объемом приватности, который ты получаешь. Ну и скоростью. А приватность нужна для безопасности или еще для чего-то? Ну, если мне все равно кто об этом знает, что я там, условно говоря, заплатил что-то такое маленькое. Да, ну тогда простой кошелек вполне для этой цели работает. Для каких-то, возможно, больших транзакций, которые могут быть, там, какие-то юрисдикции признаны незаконными, может порадоваться и сохранить. Ну или, по крайней мере, не выдавать в сеть связь между двумя адресами. То есть, что один и тот же человек контролирует два адреса. Какая информация в транзакции хранится? Дойдем еще до этого. Вообще, ну, как бы, пока довольно не технически идет, и технически можно углубляться в этот вопрос. Значит, как решена относительно простая проблема? Как запретить тратить чужие деньги? Используются хорошо известные механики цикловой подписи. Критоприятие с открытым ключом, которая была изобретена еще начиная с 70-х годов. Используется и в банкинге, и в системе сертификатов веб-сайтов. И широко известно. Это относительно простая часть. В каждом пользователе биткоина есть пара ключей, открытый и закрытый. Открытый ключ является, по сути, адресом. То есть, если я хочу спросить платеж, я говорю, пришли мне деньги вот на этот открытый ключ. А если я хочу послать деньги, я беру свой закрытый ключ, создаю транзакцию, то есть структуру данных, говорящую, я хочу на такой-то открытый ключ послать столько биткоинов, и порождаю электронную подпись от своего закрытого ключа, которая верифицирует эту транзакцию. И отправляю ее в сеть. Что дальше произойдет, то узнаем дальше. Но эта проблема относительно простая. Можно еще такой вопрос? Я просто не очень хорошо с этим знаком. А как вот инициализировать создание своего счета открытия? То есть, это нужно какие-то наличные деньги вносить на вот этот? Нет. Значит, есть биткоин-кошелек. ПО, который с этим протоколом работает. Оно может, значит, пространство возможных адресов настолько невообразимо велико, что кошельки могут порождать адреса, не соединяясь сетью. То есть просто из генератора случайных чисел получается пара ключей. И вот есть адрес и соответствующий ему приватный ключ, который позволяет потратить биткоин с этого адреса. Даже рекомендации по безопасному использованию биткоина рекомендуют на каждую новую транзакцию создавать отдельный адрес. То есть никогда не пользоваться одним и тем же адресом. То есть здесь нет такого понятия, как аккаунт, как счет. Есть просто множество пар открытых и закрытых ключ, которые можно порождать в практически неограниченном количестве. Ну я тогда перформирую. Грубо говоря, вот есть обычные деньги, да? А есть биткоин-деньги. И что мне мешает нас создавать миллион кошельков биткоинов? Ну они бы пустые. Тебе нужно убедить владельца одного биткоина перевести деньги на твой уникальный хэш. То есть ты им приходишь, но ты можешь купить. Когда создается адрес, то есть пара ключей, они естественно изначально пустые. Чтобы на них что-то появилось, надо биткоины, например, купить. Для этого есть сайты биржи, которые меняют... Деньги на вот эти биржи. Да, доллар, рубли на биткоины. Можно биткоины заработать, можно чтобы их кто-то подарил. Есть сайты, где можно кликать на рекламу, и тебе упадет одна копеечка биткоина. Это у кого эксклюзивная программа комментировать? Про это будет дальше. Ни у кого. А про централизацию майкеров будет? Вначале будет про нецентрализацию, а про централизацию потом. Хорошо. Идем изначально. От изначальной идеи к тому, во что мы превратились. Вот. Самая главная проблема, с которой боролись все, кто пытался придумать цифровые деньги для интернета, таких попыток были десятки, начиная, наверное, сначала с 90-х, даже с 80-х. Как запретить тратить деньги дважды? То есть, допустим, у меня есть какие-то цифровые деньги, я иду в один интернет-магазин и их трачу, и такую же транзакцию отправлю в другой интернет-магазин, ну, на другой адрес. Как эти магазины могут понять, что эти деньги потрачены дважды? Очевидно, такого быть не должно. В обычной системе это решает банк. То есть, я отправлю платежь за свои учеты в банке, банк списывает у меня деньги, и второй раз я их могу потратить. Но если у нас нет контролирующего центра, как этой ситуации противодействовать? Хорошо было бы каким-то образом учитывать хронологию. То есть, если бы мы могли в децентрализованной сети научиться надежно устанавливать, какая транзакция произошла раньше, мы могли бы первую транзакцию подтверждать и считать легитимной, а все последующие отклонять. Но здесь возникает проблема. Непонятно, как распространяются данные по сети. То есть, маршрут непредсказуем, через какое время дает информация, до какого узла тоже непредсказуемо, и более того, узлы, в принципе, могут врать о времени, могут поставить фальшивые отметки времени. И вот это и ключевая проблема. Сейчас мы ее увидим, как дальше. А нельзя прямо на деньгах описать, что они уже потрачены? На самом деле, такие попытки были. Ранние попытки создать цифровые деньги заключались в том, что есть некоторые централизованные организации типа банка, которые... Как по-русски сказать? Она ведет список всех потраченных, да? Да, она что-то вроде ведет список потраченных, или когда ты тратишь деньги, ты должен связаться с ней, она ставит штамп куда-то. В общем, какие-то вариации на эту тему. Но это не очень позитивно. Значит, как устроено хранение данных в биткоине? Вот эта вот база данных, которая накапливается с информацией всех транзакций. Во-первых, нет понятия счета, нет понятия баланса. Есть только понятие транзакции. То, сколько на моем адресе денег, вычисляется путем анализа всех прошлых транзакций, откуда эти деньги на мой адрес могли пойти. Он мне пишет. У в сети проверяют все поступившие транзакции на корректность. То есть я хочу отправить деньги, создаю транзакцию, подписываю ее, отправлю ее в сеть, она по сети распределяется, попадает в идеале ко всем, и все проверяют, действительно ли у меня есть достаточно денег, чтобы осуществить транзакцию. Таким образом, происхождение каждого биткоина можно отследить вплоть до самого начала, до того момента, как он родился. Как это происходит, будет показано дальше. Подождите-ка. А как же так? Мы же говорили про приватность просто. Не совсем понятно. Приватность здесь имеется в том смысле, что нельзя связать адрес с личностью, с паспортом. Когда зовут Биткоин Кишлев, никому не нужно говорить про завод, где ты живешь и так далее. А если это делать через... Но все, что я делаю через интернет, это видят все, да? Да. И причем это как бы постулируется, как требование. Ну, сеть так работает. Участники сети должны получать транзакции, чтобы их подтверждать. Но транзакции никак не связаны с личностью.